Полезный город Денис Плещенко Денис Плещенко Денис Плещенко Денис Плещенко — Скорее их пригласила общественная палата, как те организации, которые будут осуществлять государственный контроль за деятельностью будущего предприятия, и их экспертное мнение на такой предпроектной стадии, скажем так, носит исключительно конструктивный характер. Они на сегодняшний момент уже могут предусмотреть те вопросы, которые будут задавать в будущем. — Хотя так-то, ну вот вообще, они проектную документацию оценивать не должны. Они именно за работу уже объектов, да, надзирают? — Да, конечно. — То есть это такая инициатива была с их стороны, и это тоже хорошо, потому что, ну, мы понимаем, да, много контроля с разных сторон его не бывает. Все-таки какие вопросы задавались? — Вы знаете, я позитивно удивлен конструктивности диалога, который проходил. От общественности, от экспертного сообщества Кировской области поступило значительное количество вопросов и предложений. Их можно разбить на несколько блоков. Мы со своей стороны привезли специалистов, которые могли ответить на все возникшие вопросы. Мы также рассказали об учете тех предложений, которые поступили в наш адрес, или о тех предложениях, которые мы не могли учесть, но аргументировали, почему. — Нами была доработана и проектная документация, и оценка воздействия на окружающую среду. О конкретных вот таких технологических вопросах, наверное, расскажет Константин Новомирович. Но в целом хочу отметить действительно высокую конструктивность сегодняшнего мероприятия, потому что такое бывает нечасто. — Ну вот про те вопросы, про которые вы говорите, это те вопросы, которые были как раз собраны во время общественного вот этого обсуждения, которые, напомню, в необычном формате проводилось, да? — Абсолютно верно. Могу рассказать немножко про формат. Дело в том, что, ну, с учетом, конечно, эпидемиологической обстановки в стране, мы вынуждены были прийти к такому формату, но, тем не менее, он показал им свою эффективность. Потому что, как правило, общественные слушания, которые проводятся при большом скоплении народу, скажем так, да, они очень часто проходят в такой эмоциональной обстановке. А опрос, он как раз позволил заинтересованным гражданам, экспертам, некоммерческим организациям, то есть всему обществу, по сути своей, более конструктивно подойти к оценке документации и снять вот эту вот эмоциональность. — Ну, подумать, переформулировать как-то вопрос, да, более грамотно сформулировать. — Абсолютно верно, и поэтому в целом мы получили около 700 страниц. — Слушай, у меня реакция такая, просто, видимо, написано на лице. — Немного, немало, 700 страниц составляет это вот те самые опросные листы, и единственное, надо отметить, что, конечно, были очень похожие замечания, предложения, вопросы задавались, но, тем не менее, мы рассмотрели все, и большую часть из них учли. И, в частности, Общественная палата Кировской области направила в наш адрес прям сводную таблицу своих замечаний и предложений в количестве 62 предложений. И вот мы сегодня как раз эти наиболее конструктивные вещи рассмотрели на этом заседании, которое, кстати, ни много ни мало продлилось в течение трех часов. — Так, ну, Константин Новомирович, сейчас к вам переходим более конкретно по вопросам, более детально. Давайте разберемся все-таки, ну, вот такие основные вопросы. — Мы в настоящее время на рассмотрении общественности представили предварительный материал оценки воздействия на окружающую среду и проектную документацию, которая планируется к проведению государственной экологической экспертизы. — Рассмотрев ее, они нам выдали соответствующее замечание, и как бы вот все эти замечания можно разделить, наверное, на... Ну, вот они поделили на шесть блоков, а я бы разделил, наверное, их в большей степени на три или четыре блока, потому что часть вопросов, они касаются в основном... Это бывшая деятельность на объектах по уничтожению химического оружия, там, например, где будут полигоны, как они будут передаваться, как там будет осуществляться вопрос, контроль. И это в целом, наверное, как бы не касается в целом деятельности самих объектов, которые планируется создать на базе объектов по уничтожению химического оружия. А те вопросы, которые касались непосредственно уже самого объекта, они могут быть поделены, первое, это, в принципе, как бы исходные данные, что является основанием для принятия решения о строительстве, почему именно на этой базе это строится. Второй вопрос – это технологический блок, именно связанный с тем, что почему выбраны такие технологии, в чём особенность, как они апробированы, эти технологии, имеют ли они и апробацию, и реализацию как таковую. Третий блок вопросов – это вопрос, связанный с оценкой самого воздействия на окружающую среду, это расчёты, воздействий. Четвёртый блок такой, на который, ну, он был очень сильно поднят, потому что из 62 вопросов, которые говорил Денис Валерьевич, от общественной палаты, то есть треть вопросов была посещена именно этому блоку, это вопрос осуществления государственно-экологического контроля, государственно-экологического мониторинга и экологического мониторинга на данном объекте. Уже в момент, когда объект начнёт работать. По переработке производства на ПТК, как таковых. Объяснили полностью, как мы проводили расчёты, с какими-то доводами общественности мы согласились, какие-то вопросы они нас услышали, были приняты, как бы приняты наши доводы. Ну, в целом, как бы мы нашли взаимопонимание по этим вопросам. Ну, и вот самый такой основной блок – это блок проведения мониторинга. Мы доложили общественности, что предприятие выполняет все запланированные мероприятия на данном предприятии, запланированные в строгом соответствии с действующим законодательством. И вопросы, связанные, как предлагает общественность, ведение биологического мониторинга и ведение государственного экологического мониторинга, они, как таковые, не относятся к компетенции непосредственно предприятия. А в части, касаемо именно ведения локального экологического мониторинга, то есть все те наблюдения, которые сейчас положены в основу программ наблюдения, они полностью соответствуют законодательству и будут осуществляться как таковым. Но в целом, как бы, все-таки общественность предложила этот вопрос, и чтобы мы их поддержали, в плане того, чтобы этот вопрос все-таки выйти в правительство и постараться, учитывая, как бы… Резонанс, да, вот этой темой. Да, такие, ну, как бы, важность этих объектов, решить вопрос о том, чтобы на данных объектах был организован по типу объектов уничтожения химического оружия на государственный экологический контроль. То есть предприятие не будет заниматься, само предприятие, да? Нет, предприятие не может этим не заниматься, потому что это определенно законодательством. Оно само себя будет и контролировать, и соблюдать нормативы, осуществлять производственные экологические контроли, это само предприятие. А чтобы эта деятельность, учитывая озабочность населения со стороны государства, то есть надзорных органов, также осуществлялась соответствующим контролем. То есть был еще один уровень контроля. Вот у нас на объектах по уничтожению химического оружия был создан специальный центр, который занимался, центр государственного экологического контроля и мониторинга. И он по аналогичным программам, как и были реализованы объекты по уничтожению химического оружия, ввел такие же наблюдения. То есть, в принципе, они выборочно не в полном объеме контролировали, а выборочные точки брали и контролировали. И в результате, то есть население информировалось о том, что да, тот контроль, который осуществляется на объекте, тот мониторинг, который осуществляется на объекте, он действительно осуществляется правильно. Результаты представляются верно, и они полностью соответствуют с независимым государственным контролем, который осуществляется. Еще хотела у вас уточнить, то есть вот до 21 августа можно было направлять свои замечания, при этом обсуждение общественной вот этой стадии, она закончилась, по-моему, то ли 15, то ли 20 июля, я вот сейчас могу путать. На этот период те предложения, которые поступали, сильно ли они отличались, там, предложения, например, ну вот специалистов уже, да, от предложений просто граждан? Ну, конечно, можно что сказать, что вот нам Денис Валерьевич отметил, что очень понравился диалог в том плане, что это действительно подготовленная экспертная группа, подготовленные специалисты, и вопросы не задаются там, а вот постройте это там в лесу где-нибудь. Все понятно, что сидят технические грамотные люди, которые четко разбираются в том, что они смотрят, и вопросы, которые ими задавались, они действительно все заданы по существу. А те замечания, которые, в принципе, от общественности получаются, они как бы частично шаблонные, частично как бы, ну, вот как-то там идут. Ну, немножко на бытовом таком уровне, да, получается, не на профессиональном. Да, еще скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что вот сейчас как раз тот этап, когда начинается уже общественная экологическая экспертиза, то есть не обсуждение, а именно экспертиза? Да, нам известно о том, что несколько организаций подали свои заявки на проведение общественно-экологической экспертизы. Это инициатива общественности, независимых организаций, и мы в данном процессе никоим образом не участвуем. Единственное, где мы участвуем, это в передаче документации для проведения экспертизы. Согласно законодательству, она может проводиться до или параллельно с государственной экологической экспертизой. Заключение данных организаций они имеют право направить в дальнейшем для рассмотрения экспертной комиссии Роспроднадзора. Но пока к нам обращений со стороны этих организаций не зафиксировано, но, тем не менее, конечно, мы готовы предоставить всю необходимую информацию в случае, если такое произойдет. То есть общественная экологическая экспертиза изучать будет именно уже документацию с внесенными какими-то поправками по результатам общественного обсуждения? Да, абсолютно верно. Дело в том, что объект общественной экологической экспертизы появляется только тогда, когда вся документация прошла общественное обсуждение и доработана с учетом мнения общественности. Только после этого, когда будет сформирован комплект, который мы передаем в Роспроднадзор на государственную экологическую экспертизу, он же подлежит и общественной экологической экспертизе. В тот момент, когда сейчас идет общественная экологическая экспертиза, еще могут какие-то специалисты, какие-то надзорные ведомства вносить еще какие-то свои предложения? Или уже все, этот этап закончен? До 21 числа можно вносить свои замечания и предложения, а в дальнейшем уже нами формируется комплект документации, который мы отдаем на государственную экологическую экспертизу. И тут уже эксперты смотрят, эксперты Роспроднадзора рассматривают документацию, и изменения будут вноситься уже по представлению этой экспертной комиссии, если таковые последуют. И когда же начинается государственная экологическая экспертиза? И давайте напомним сразу, кто будет проводить, да? Да, проводить будет Роспроднадзор, да, это органы уполномоченные, точнее, проводит независимая экспертная комиссия при Роспроднадзоре, но ответственный орган Роспроднадзор, да. И в самое ближайшее время, я думаю, что к началу сентября, вот сейчас завершится этап общественных обсуждений, нами будет сформирован комплект документации, и мы в ближайшее время передадим его уже на экспертизу. А в чем она будет заключаться, государственная экологическая экспертиза? То есть, ну вот можно немножечко поподробнее рассказать, там, Константин Новомирович, может быть, расскажет, как это проходит обычно? Как это проходит? Целью государственной экологической экспертизы является оценка проектной документации на соответствие ее федеральным нормам и правилам в области охраны окружающей среды. То есть, в рамках этого обычно проходит следующим образом. Документация сдается, принимается ее комплектность, далее назначается комиссия государственной экологической экспертизы, и документация рассматривается непосредственно комиссией в течение соответствующей, до двух месяцев, трех месяцев, в зависимости от сложности объекта, может быть, продолжаться рассмотрение документации. Результатом рассмотрения является заключение, утвержденное приказом Росприроднадзора, экспертной комиссии, о соответствии или несоответствии представленной документации с федеральным нормам и требованиями в области охраны окружающей среды. Итак, если соответствует, тут все понятно. А вот если, например, будут какие-то замечания, что с ними происходит, то есть как с ними строится работа? В течение работы государственной экологической комиссии, комиссия имеет право выдавать замечания, и в срок определенной комиссии мы должны будем исправить эти замечания и представить. Если эти замечания будут устраивать, удовлетворять по существу своих ответов и представленных материалов тем требованиям, которые нам предъявляет комиссия, то они принимаются и замечания снимаются. То есть в проектную документацию еще на этом этапе тоже можно вносить изменения, получается, да? И дальше что будет после экологической экспертизы государственной? То есть вы говорите, 2-3 месяца обычно занимает? Ну, 2 месяца особо сложных, это 3 месяца. И после завершения государственной экологической экспертизы проектная документация, материалы инженерных изысканий, а также документация по оценке смертной стоимости подается в главгосэкспертизу. И проходит экспертиза. То есть срок этой экспертизы тоже примерно, он может быть до 2 месяцев. Мы планируем, что мы к концу года должны завершить рассмотрение. Вот этот весь цикл работы с документами. Да. И получить положительное заключение государственных экспертиз на проектную документацию и уже в начале следующего года получить разрешение на строительство и приступить к строительству данного объекта. Уже непосредственно здесь у нас. Вот за это время, пока будут идти все эти экспертизы, еще будут какие-то встречи с общественностью, с властями региона в каком-то формате? Или пока вот этот этап завершен и сейчас просто работа с документами, потом уже в конце года будут планировать дальше? Ну, вы знаете, мы всегда демонстрировали открытость и диалог с общественностью и властями региона. И поэтому в случае необходимости мы всегда открыты к проведению подобных мероприятий. Конечно, мы сейчас будем сконцентрированы на работе с данными экспертизами. Тем более, что это касается четырех объектов. У нас параллельно идут процессы в четырех регионах. То есть это, я напомню, Кировская область, Саратовская, Республика Удмуртия и Курганская область. Абсолютно верно. Но в случае такого запроса и необходимости, конечно, мы всегда открыты для проведения любого формата встреч. И еще по итогам государственной экологической экспертизы, где-то и с ее результатами, и там уже полностью исправленной проектной документацией, любой желающий может ознакомиться или это уже больше для внутреннего пользования? Абсолютно можно будет ознакомиться. Во-первых, с результатами государственной экологической экспертизы можно ознакомиться на сайте Росприроднадзора. Любая экспертиза, она попадает в перечень на сайты. Ну и я думаю, что в данном случае мы на своем сайте также разместим данную информацию и известим о результатах проведения экспертизы. То есть этого нужно ждать ближе к концу года, получается? Так точно. Спасибо большое нашим гостям. Это программа «Полезный город». Разговаривали сегодня об объекте Мурадыковский с Константином Ивановым, начальником отдела технологического инжиниринга федерального экологического оператора, и Денисом Плещенко, начальником управления по коммуникациям федерального экологического оператора. До свидания. Ну, я думаю, что не в последний раз мы в этой студии встречаемся. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Полезный город.